МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот к настоящему моменту рост составил уже 85%. Главная причина, это, конечно, издержки производителей, которым предстоит пассивная компания и ослабление рубля, из-за которого дорожает импортный сахар-сырец. Кроме того, у предприятий возникли проблемы и с кредитованием, после того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. В свете этого поставщики стараются продавать сахар торговым сетям более мелкими партиями, чем обычно, и, соответственно, по более высоким ценам. Нельзя также забывать, что сахар – это один из основных сырьевых товаров, который торгуется на мировых биржах. До недавнего времени его котировки повышались, однако теперь развернулись вниз. Сейчас за тонну дают примерно 360 долларов. Если пересчитать на сегодняшний курс, то выходит, что килограмм сахара стоит порядка 25 рублей. Конечно, трудно от наших ритейлеров требовать, чтобы они торговали в рознице по оптовым биржевым ценам, однако разброс уж слишком заметен. Итак, сейчас килограмм сахара в петербургских торговых сетях можно купить за 52 рубля. Еще в декабре его стоимость составляла 37 рублей, а за год повышение оказывается почти двукратным. Кроме того, необходимо понимать, что мы говорим о самом дешевом варианте. Кусковой сахар – и российский, и белорусский – стоят около 56 рублей. А для тех, кто гонится за модой и здоровьем, в магазинах предлагается тростниковый нерафинированный сахар – минимум по 110 рублей за килограмм. Успокаивает одно – биржевые котировки сейчас находятся на минимальном уровне, а розница, судя по всему, уже заложила в цену падения рубля по отношению к доллару. Ну а значит, есть надежда, что в ближайшее время сахар дорожать перестанет.